Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас на повестке дня скумбрия. Мы вчера вам показывали, что мы эту скумбрию купили целую большую упаковку этой скумбрии в магазине Костка. И когда мы распаковали, там оказалось 7 вот таких рыбин. Ну, как-то надо прибрать эту рыбу. Ну, мы решили часть засолить, часть заморозить, часть, значит, духовки запечь. Вот в первую очередь я решила сейчас её засолить. Для этого нам понадобится, конечно, вот две рыбины, они где-то я взвесила 1,2 кг, но если я уберу голову и хвосты, это будет около килограмма. Так, теперь нам нужно будет приготовить, вот мы приготовили, рассол нужен для того, чтобы рыбу эту засолить. 400 мл воды, соль тут, 2 столовые ложки, без такой уж горки. Потом 1 столовая ложка сахара, тоже без особой горки. И специи нужен лавровый лист, кориандр, гвоздика. И хорошо бы чёрный перец тоже горошком. Но так как у нас чёрного перца горошком нет, мы решили добавить вот этот чёрный перец порошком. Кроме этого, нужно будет потом в рассол добавить ещё растительное масло, вот оно у нас, добавить 9% уксус. И потом залить это всё, рыбу разрезать на кусочки, и залить вот этим рассолом. Но рассол, конечно, нужно в первую очередь вскипятить. Для этого я сейчас вот, тут у меня 400 мл воды, выливаю вот в этот, так называемый, сотейник. Так, и, значит, нужно будет сюда высыпать вот эту всю соль. Вылив, высыпала, потом сахар. Все специи сразу высыпем. Так, теперь, ну, опустим этот чёрный перец. Я вот так вот попытаюсь, ну, где-то мимо просыпалась, где-то это. Вот так, я думаю, достаточно будет, да? Теперь поставим это всё на огонь, вскипятим, потому что уксус и растительное масло я потом уже, когда немножечко этот рассол остынет. Сейчас поставим на газ. Сейчас, пока вода закипит, а закипит она быстро, потом мне нужно, чтобы этот рассол, так сказать, остыл, я тем временем займусь рыбой. Вот так накроем. Пусть закипает, я тем временем займусь рыбой. Вот у меня эта скумбрия. Посмотрите, она не маленькая, если учесть, что 600 грамм весит. Во-первых, вот эта вот вся рыбина, 600 грамм. Удалим хвостик. Так, теперь... Тут посмотрите, когда заготовщики заготавливали, плавники удалили. Вот молодцы. Они выпотрошили, да? Да, только вот это выпотрошили всё. И даже мы посмотрели, что внутри вот эта чернота, чёрная плёнка тоже почти вся удалена. Ну, кое-где там брак был. Мы, конечно, это всё сами сделали. Вот, вот так. Мне предстоит эту рыбу. Вот тут ещё небольшие есть плавники. Ножницы неудобные, знаешь как. Да, сейчас я возьму ножницы. Ой, а где у нас ножницы-то? Так, вот на такие кусочки я планирую разрезать рыбу. Ну, а где получился у них брак, у изготовителей, я вот ножницами всё это отрежу. Нож, конечно, у меня наточенный. Я боюсь эту плёнку разрезать, мне этого не надо. Ну, она всё равно разрежется. Ну, где-то разрежется, но зато у меня доска будет чистая и запах не впитает. Я доску, конечно, эту могу помыть, но запах, конечно, очень тяжёлый. Что мне нужно с этой... Да, мне нужно... Вот у меня заготовлена тут вот эта посуда. Я сейчас это всё вот сюда вот так сложу. Вот. И принимать за вторую рыбину. Ну, вот вторая рыбина тоже. Давайте я вот так. Очень удобно работать. Даже хвост. Даже хвост. Вот так, смотрите-ка, раз и всё. И не надо трудиться ножом резать. Так. Ну, тут они пытались, конечно, отрезать. Ну, всё, отрезано. Теперь я голову... Так. До конца не буду резать, чтобы не повредить. Вот так отрежу. Всё. Всё. Теперь... Схвост никто не ест. Всё равно, когда закончится рыба, кто-нибудь досъест. Так. Ну, я вот читала про скумбрию. Вы знаете, говорят, это очень полезная, чуть ли не самая полезная рыба из всех существующих, значит, в морской глади. И по составу этих каких, омеги, и по составу всяких этих витаминов. Ну, просто то ли хвалят, то ли рекламу делают, я не знаю. Но говорят. Но вообще она, конечно, очень популярна, эта рыба. В Корее тоже, да? Да. И вот посмотрите. А вот ещё они пропустили. Так. Как хорошо ножницами резать. Вообще замечательно. Всё. Теперь это всё. Ну, воняет какой-то. Сложим аккуратненько вот так. Так. И ждём пока. Всё. А вы знаете, друзья, о, запах пошёл. Вы видите, что наш рассол уже закипел, и нужно прокипятить минут 4-5, и потом дать этому рассолу остыть. Я сейчас вот так вот сделаю, чтобы вся соль и сахар растворилась. Вот так. Где-то уже минут, ну, 2-3 кипит. Сейчас ещё минуты 2 покипит, и мы дадим остыть этому рассолу. Вот. Друзья, вот рыба наша готова уже. Рассол наш уже остывает. Я так думаю, что уже, да, уже всё. Не, рыба готова в смысле, что она нарезана. Мы сейчас вот в этот контейнер сложим. Такой подходящий контейнер мы нашли. Вот так, чтобы он был, полностью рыба была залита. Вот. И к этому времени, пока я сложу, у нас и полностью рассол остынет. Вот таким образом. Нужно подобрать было контейнер подходящий, чтобы всё компактно вот здесь уместить. Вот. Крышка, чтобы не было. Крышка. И в этом рассоле рыба должна лежать где-то, ну, скажем, ну, сутки мы её подержим при комнатной температуре. Ну, а потом можно будет переместить в холодильник. Вот так. Вот таким образом. Вот и всё. Всё. Я думаю, что уже это... Сейчас мы занесём наш рассол. Надо не забыть добавить туда уксус и растительное масло. Так. Кстати, надо вниз сойти. Сейчас я рассол занесу уже. Наверное, всё остыл. Вот я занесла рассол. Он у нас там на балкончике остывал. Вот, посмотрите как. Мне сейчас предстоит сюда добавить, значит, растительное масло. Вот, смотрите, какое у нас тут растительное масло. Его нужно мне, так, одну столовую ложку. Сейчас, секундочку. Не хочу пачкать. Растительное масло. Вот пузырёчек. Одну столовую ложку этого растительного масла. О! Вот это у меня растительное масло рапсовое. Вот, кстати, качественное очень. Оно не очень дорогое. Теперь, значит, нужно будет... Дорогое. Дорогое, но всё равно оно... И одну чайную ложку вот этого 9-процентного уксуса. У меня не 9-процентный, а 6-процентный уксус. Поэтому я добавлю где-то, ну, больше... Полторы. Полторы чайной ложки. Буду мерить... Столовой. Ой, столовой, да, полторы столовой. Буду мерить. Вот так. Я думаю, это вот само нормально будет. Полторы же вам ты сказала? Полторы? Нет, полторы чайных. Полторы чайных. Так, размешаем всё это аккуратненько. Всё, заливаем. Так. И зальём. Предстоит мне ещё, конечно, груз сюда наверх положить. И это всё, вот эта вся красота у меня держаться будет, ну, сутки при комнатной температуре. Сейчас прохладно уже. Вот так. Можно в холодильник. Я постараюсь сейчас взять блюдце подходящее сюда прокинуть, вот, и чтобы всё-таки рыба вся плавала в рассоле. Так, прижмём вот этим блюдцем мы, чтобы рыбка не всплывала у нас. Вот так. И будет нормально. Так, прикроем и оставим мариноваться на сутки. Через сутки, да. Потом мы вам расскажем, было вкусно или нет. Вот так выглядит, посмотрите. Полностью рассол покрыл, да, вот так. И оставим мариноваться. Друзья, мы продолжаем рыбную эпопею. У нас сегодня, мы вот рыбу засолили уже. Теперь мы хотим сейчас две рыбины запечь в духовке. И это будет у нас, наверное, обед, скорее всего. Вот что нам нужно? Вот две скумбрии, потом вот растительное масло, соевый соус обязательно в этот рецепт, томатная паста, кориандр, чёрный перец. Всё. Всё это соль, да. Всё это нужно будет перемешать и в духовку, и запечь это в духовке. Ну, мы сейчас вам всё это покажем. Давайте мы сейчас начнём с чего? Наверное, вот начнём с того, что сделаем вот этот маринад сначала. Так, ой, а где же столовая ложка? Есть? Да. Соевый соус, две столовые ложки нам надо. Одна, две. Давайте я сюда ещё брошу томатную пасту, потому что она у нас немножко примерзшая. Пусть она растает немножечко. Ну, поздно мы её достали. Вот так, томатная паста. Теперь нужно растительное масло нам. Четыре столовых ложки. Так. Ой, не так взяла. Одна. И так рыба жирная. Раз, два, три, четыре. Так. Теперь нам нужен сюда кориандр. Одна чайная ложечка сухого кориандра. Так. Чёрный перец. Чёрный перец мы возьмём так, по вкусу. Ну, вот так, чтобы не переборщить. Хватит, наверное. Тоже, наверное. И соль. Соль. Я возьму, наверное, соль вот эту всё-таки. Вот эту соль я возьму. Не буду ту соль брать, а вот эту. А она такая более, это, как сказать, подходящая для соусов и для засолки. Так. Я возьму, наверное, соли. Она не растворится, мама? Вот чайная ложечка с небольшой горкой. Вот соль. Всё. Так. Теперь нам предстоит всё хорошенечко размешать. Так. Не растаял ещё? Нет, ещё не растаял. Ну, пока я буду рыбу разделывать, я так думаю, что, наверное, это, томат-паста всё-таки нагреется и растворится. Что мне предстоит сделать? Мне нужно сейчас отрежем опять. Короче, так же, да? Гвостик, да. Точно так же. Не надо надрываться. Ножом резать. Так. Плавники все убираем. Я уже вам говорила, что рыба, в общем-то, ну, неплохо разделанная. Видите, даже плавники они все убрали. Что я сейчас сделаю? Я сейчас вот так возьму. О, прямо. Покрупнее, мама. Режет как. Чтобы они не развалились. Угу. Где-то на четыре части. Все. Так. Еще крупнее надо. Чтобы они развалятся. Да, вот так. Вот. Вот первые две рыбины я это самое разделала, когда пакет этот взяла, выбросила, и вся любовь. И загрязняешь землю. Ну, ничего, зато моя доска чистая. Ага. Так. Сейчас этот уберу. Все. Пусть пока эта рыба здесь отдохнет, потому что мне нужно, чтобы там от пасты там растаяло. Так. 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 Ну, все. О, нету плавников. Вообще хорошо. Верхние плавники все. Отрезаны. Экономить будем. Так. О, как хорошо там от пасты. Угу. Все, она уже разошлась. Так. Если я на засолку все-таки рыбу помельче резала, то вот это я хочу вот так. В духовку чуть покрупнее. Ну, мы. Зачем нам мельчить так сильно, да? Да, я думаю, что оно развалится. Ну, все. Ну, все. Теперь мы что делаем? Мы сейчас... А, вот тут вот брак я их не нашла. Сразу. Вот так. Ну, может они не чистить? Нет, все почищено. Так. Все, друзья. Убираем. Это все уберем мы потом. А сейчас мы вот этот рассол, видите, он весь разошелся. Мы сейчас эту рыбу сюда всю опустим. Угу. Так. Перемешаем аккуратненько. Ой-ой-ой-ой. Не разрезал? Да. Немножко нож. Так. Так. Ну, если мы планируем в духовке ее запечь, то... Ну, хорошо, что она такая жирная, да? Хотя дочь моя говорит, что скумбрия сама по себе жирная. Зачем? Ну, ничего. Вот, посмотрите, какой вид у нее от соевого соуса. Уже аппетитный, во-первых, вид, а во-вторых, уже и запах такой пошел аппетитный. Я оставлю эту рыбу на несколько минут. Включаю духовку. И потом на противень выставлю все это. Так. Духовка моя. Сейчас. Все, ничего там не нужно, да? Так. Нет, там ничего нету. Выставляю где-то 180 градусов. Резка. Сейчас. А я включила еще? Так. Рыбу я выкладываю на противень, заселенный бумагой у меня. Так. А потом, когда останется этот вот соус, я его сверху еще и полью. Ну, я так думаю, что вкусно, наверное, будет. Так. А тут что? Можно ближе даже. Вот так. А теперь мы вот так сделаем. Каждую, да? О! А этой нет именно. Сейчас. Уже сколько масла. Кашу маслом не испортишь? Точно так же и рыбу. Так. Я думаю, что можно смело ставить. У нас духовка такая, она быстро очень нагревается. Вот. Насколько мы ужинали? Да. Мы ее поставили на 200 где-то градусов, потому что на 180 иногда бывает маловато. И время поставили на 30 минут. Хотя я думаю, что не понадобится 30 минут. 30 минут надо меньше. Вот, 30 минут. Пусть. Так. Закрываем. И пусть наша рыбка печется. Друзья, время вышло. Сейчас мы вот духовку открываем. Достаем эту рыбу. Ну, выглядит, конечно, очень аппетитно. Что там говорить. Вот так. Давайте мы ее туда покладем. Ну, мы ее, конечно, с рисом будем кушать. Можно с хлебом, можно с гарниром, с любым кушать. Вот так выглядит эта рыба. Сейчас, минуточку. Я тогда блюдечко возьму и вилочку. И попробуем, что это такое. Масло все состоит. Много масла? Да, вот это. Так, хочу на соль попробовать, во-первых. И на специи. Ну, думаю, что нормально будет. О, пара идет. Мягкая. Ароматная. Вкусная. А с рисом будет это что-то. Это что-то. Так, все, друзья. Я считаю, что мы свою работу выполнили. Обед заслужили. Можем идти обедать. Нам приятного аппетита. Вам приятного просмотра. Ставьте нам лайки. Пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok